А вы знаете, почему океан солёный? Мы не знали причины до 1979 года. Вся планета покрыта океаном, а мы понятия не имели, откуда берётся эта соль. Сначала мы думали, что виноваты рейки, потому что они переносят отложения и химикаты. Только в конце 1970-х годов, когда учёные наткнулись на так называемых «чёрных курильщиков», мы узнали, что именно они делают воды солёными. Это гидротермальные источники, расположенные вдоль срединоокеанического хребта. Они образовались из отложений сульфида железа, поступающих из земного ядра. Помните динозавров? Я не помню, я их не застал. Они исчезли давным-давно. А о том, как это произошло, научное сообщество спорило очень долго, до 1991 года, когда был обнаружен кратер Чикшулуп. Это большая дыра, расположенная на полуострове Юкатан в Мексике. Она образовалась, когда на Землю упал гигантский астероид. Самый древний материал, когда-либо найденный на нашей планете, оказался старше нашей Солнечной системы. Мурчисонский метеорит упал на территорию Австралии в сентябре 1969 года, но учёные сделали это ошеломляющее открытие только в 2020 году, когда провели новый анализ его обломков. Знаете ли вы, что под океаном спрятан коралловый небоскрёб? А мы даже не догадывались. Только в 2020 году команда австралийских учёных наткнулась на него при составлении карты с северной части Большого барьерного рифа. Его высота достигает 500 метров, что делает его выше, чем Эмпайр Стейт Билдинг. И никаких лифтов. Вы знаете, как появились горы? Мы не знали этого до 1966 года. С землетрясениями и вулканами – та же история. Просто подумайте об этом. Мы отправили людей в космос до того, как поняли, как и почему Земля под нашими ногами начинает двигаться время от времени. Только в 1966 году учёный по имени Джон Туза Вильсон опубликовал в журнале Nature статью, в которой объяснил, что континенты и океаны постоянно движутся. Он также писал о тектонической активности, то есть о таких вещах, как землетрясение и появление горных хребтов над поверхностью Земли. До 2021 года у нас не было полной последовательности генома человека. Концепция ДНК была впервые представлена швейцарским учёным в 1869 году. Но специалисты оставались в неведении относительно физической структуры ДНК, пока Розалин Франклин и Раймонд Гослин не сфотографировали её и не обнаружили, что она выглядит как две скрученные нити. Вы когда-нибудь задумывались, что представляет собой самый большой живой организм в мире? Долгое время учёные тоже задавались этим вопросом, потому что наткнулись на него только в 2000 году. Это гриб, который живёт на глубине около метра под землёй, и его площадь оценивают в 9 квадратных километров. Гигантский опёнок обитает в национальном лесу Малур в Голубых горах на востоке штата Орегон. До 2002 года мы не знали, что находится в центре нашей галактики Млечного пути. Мы знали, что вращаемся вокруг чего-то, но только в 21 веке догадались, что это сверхмассивная чёрная дыра с массой в 4 миллиона раз больше нашего Солнца, известная под названием «Стрелец А со звёздочкой». Сделать открытие помогла инфракрасная дымовая сигнализация. Сейчас трудно представить, как можно путешествовать на большие расстояния без багажа на колёсиках, но они появились только в 1970-х. Даже астронавтам, отправлявшимся на Луну, пришлось тащить свой багаж к космическому кораблю. Заявка на патент США на багаж на колёсиках была выдана в 1972 году, и первые чемоданы не отличались надёжностью. Они постоянно шатались и опрокидывались, потому что на большие чемоданы устанавливали узкие колёсики. Если вы посмотрите на фотографии кинозвёзд 40-х годов прошлого века, то увидите, что их волосы зачесаны назад. А знаете ли вы, что, судя по последним открытиям, даже древние египтяне использовали какое-то вещество для укладки волос? Однако это был непривычный нам гель, потому что его изобрели только в 1960-х. В Голливуде 40-х было в ходу средство под названием брилкрем. Оно имело восковую консистенцию и было изобретено в 1929 году. Гель для волос, каким мы знаем его сегодня, появился немного позже. Его изобрёл человек по имени Луис Монтойя. Гель быстро набрал популярность, потому что был не таким жирным, как предыдущие продукты. А теперь о туалетах. Почему бы и нет? Во времена Древнего Рима существовали специальные приспособления для вытирания – палки с губкой сверху. Отдельно ароматизированные листы бумаги с той же целью стали использовать в Китае, судя по записям, в VI веке н.э. В США специальная бумага для аватер-клозетов появилась на рынке в конце 50-х годов XIX века. Но мягкий и удобный вариант туалетной бумаги поступил в продажу только в 1930-х годах. Он гарантировал полное отсутствие занос. Что ж, мы все это ценим. Пришло время вернуться в космос. Современные исследования показали, что возраст колец Сатурна составляет менее 100 миллионов лет, или около того. Вам они всё равно могут показаться старыми. Но если вспомнить, что Солнечная система сформировалась около 4,5 миллиардов лет назад, восприятие сразу меняется. Верно? На Земле есть виды акул, которые обитают в наших водах в 4 раза дольше, чем существуют кольца Сатурна. Учёным удалось узнать возраст колец, используя последние данные об их массе и соотношении в них пыли и льда. В наши дни, когда мы всё чаще прибегаем к онлайн-покупкам, трудно смотреть на традиционные супермаркеты, как на революционные изобретения. Однако они появились не так давно, как вы думаете. Знаете ли вы, как появился первый супермаркет? В 1916 году владелец магазина по имени Кларенс Сондерс бился над тем, как сделать свою работу менее трудоёмкой, поскольку ему постоянно приходилось доставать товары с полок и даже доставлять их покупателям домой. Он задумался о новой планировке магазина с турникетом на входе. Люди должны были осматривать магазин в одном направлении. Он также позаботился о том, чтобы они проходили мимо всех имеющихся товаров. Покупатели сами брали товар из полок и после оплаты уносили домой. Владелец магазина мог снижать цены, повышая эффективность, ведь ему требовалось меньше сотрудников. Знаете ли вы, что в США до сих пор есть штат, где не обязательно пристёгиваться ремнём безопасности? Изначально использование ремня безопасности было добровольным, но люди есть люди, и стало понятно, что без некоторого принуждения не обойтись. Штат Нью-Йорк первым принял закон, обязывающий пристёгиваться во время движения, и это произошло только 1 декабря 1984 года. В штате Нью-Гэмпшир до сих пор нет никаких законов на этот счёт. Современный консервный нож с крутящимся колёсиком появился на рынке в 1870 году. Ничего удивительного, если не считать, что консервы стали доступны на несколько десятилетий раньше. До изобретения консервного ножа людям приходилось пробивать верхнюю часть банки около внешнего края с помощью зубила и молотка. Что ж, перед едой неплохо размяться. Знаете ли вы, что поясное время было законодательно введено в действие только в 1880 году? Система, которую мы используем сейчас, то есть среднее время по Гринвичу, стала общепринятой практикой в большинстве стран ещё позже, к концу 20-х годов прошлого века. Раньше мы определяли время, глядя на положение Солнца на небе. Затем мы перешли к использованию часов, но они по-прежнему зависели от положения Солнца в конкретном городе или деревне. Это означало, что для двух соседних населённых пунктов время могло немного отличаться. И это не было проблемой до изобретения поездов. Когда мы стали путешествовать быстрее и на большие расстояния, понадобился способ точно знать, когда поезд отправится со станции и прибудет в определённый пункт назначения. Так и появились часовые пояса. Что ж, очень вовремя.